Уважаемые президенты, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, я за последние 10 лет первый раз прослушал доклад мэра Старого Оскола. До этого не доводилось. Вы знаете, это худший вариант советского периода. Поэтому, Сергей Кальчич, я не знаю, что тебе понравилось в докладе, мне абсолютно не понравилось. Вы понимаете, говорить о достижениях горняков, металлургов, они сами говорят со страниц своей печати, на своих конференциях, городских газет. Если есть необходимость, можно пригласить, послушать об успехах. Я считаю, что мэр все свое внимание, своей ежедневной деятельности, в докладе о проделанной работе, о перспективе, должен всегда видеть человек, должен всегда видеть староскольца в первую очередь. И всем было бы любопытно, и с большим интересом читали, и слушали, если бы когда-то мы знали, а сколько в Старом Осколе улиц без твердого покрытия, и какие планы у нас в этом плане. А как освещены улицы, а как благоустроены микрорайоны, ну и села, наверное, так же. И чтобы были конкретные планы, которые, реализовываясь, люди видели, что что-то происходит, изменяется в городе, где предприятиями зарабатываются 17 миллиардов налоговых денег. Ну, должно что-то изменяться. Просто однозначно не может быть, чтобы этого не происходило. Вот сегодняшний разговор, который, хорошо, что он пошел. Спасибо Александру Викторовичу. Если бы не он, этого разговора бы, наверное, не состоялось сегодня здесь. Я думаю, надо говорить более откровенно. Когда группа инициативна, как всегда же бывает, кто-то предлагает человека. Очень сильно уговаривали Евгения Степановича. Представили, рассказали. Александр Ильич, молодой, энергичный, умный, карьера. С ним замечательно проводить неформальное время. Потому что, действительно, в компании это человек, который занимает просто основное внимание по жизни. С ним общаться очень интересно. Просто однозначно. Но если говорить о взаимодействии с ним, как бизнеса и власти, мне, к сожалению, может, у меня характер такой, кто-то меня иногда критикует. Я не удалось ни одного вопроса решить. И в один прекрасный момент я говорю, Александр Ильич, давай прекратим наши эти встречи, бессмысленные разговоры. Получается, воду ступит того, чем и ничего не решается. И вот в момент, когда уговаривали Евгения Степановича, потом мы начали агитировать. Я один из первых на телевидении, в газетах. Ну, было. Виноват. Но тогда в узком кругу у нас были сомнения. А хватит ли компетенции? Потому что старый Оскол, понимаете, это не налоговая инспекция там любого города и так далее. И эти вопросы были, обсуждали и надеялись. Молодость, энергия, взаимоотношения, сплочение всего бизнеса, не только там элиты директорского корпуса. Вот. Всё получится. После первого года работы с ужасом узнаю, но другие тоже, что отношений с властью, с которой нужно взаимодействовать в Белгороде, вот, практически никаких нет. Мы сели чай пить и говорили, Александр Ильич, я не верю, глядя на тебя, как так можно умудриться за такой короткий срок испортить все отношения с властью? Прошло ещё немного времени, и я вам должен сказать, ну, большинство директоров, может, 9 из 10, практически не имеют нормальных отношений с администрацией города. Это факт. И вы думаете, мы собирались, не собирались, не обсуждали? Мы собирались, обсуждали и между собой, и с ним, и откровенные разговоры. И сегодня, молодец, он вам на любые вопросы ответит, всё объяснит, всегда прав. Ни один замгубернатора, или директор департамента, или кто-то здесь у нас в городе, значит, не выиграет у него спор. А вот это бесполезно. Но всё это идёт во вред городу. Предыдущая власть, вы знаете, ну, там у неё, вот я вспомнил, только розовый слон, и ещё какая-то была фирма, только они выигрывали все торги, все подряды, ещё торги не закончились, официально не оформлены, а на стройке уже бригады. И это журналисты, и бизнес приезжали, как торги не закончены, ещё не объявлены, а там уже Павел Евгеньевич и люди полным ходом трудятся. Ну, закончился этот период, все с такой радостью проводили, его, это просто было действительно счастье, восторг, значит, наконец-то у нас что-то изменится. Этого не произошло. Поэтому старый оскол, вот я просто на будущее, я надеюсь, что через следующие 10 лет не пригласят и не дай бог участвовать в такого рода, как сегодня и докладе, и мероприятие, чувствую себя дискомфортно, потому что часть вины и на мне есть. В этих делах мы потом староскольцы всех убеждали, уговаривали, с учётом нашего авторитета, что-то получилось. Сегодня просто стыдно за старый оскол, за отношение власть к староскольцам. И вы знаете, даже когда деньги давались этой власти, они не способны умом были распорядиться. Я приведу просто один пример. Вот представьте, сейчас вам 300 миллионов дают, чтобы сделать благоустройство микрорайонов. Да кто сумасшедшим где-то по найти, чтобы дал. И после того, как дадут, чтобы не освоить, не сделать, не вылезать лучшим образом, эти деньги дали металлурги. Я потом как-то говорил, вы вообще почему не проконтролировали, почему не заставили, не выгрутили руки, я не знаю, у вас власти и всего битком. Но этого не произошло. И поэтому не произошло в один год, не произошло второй год. И поэтому сегодня в Губкине с 20 микрорайонов 100% на все благоустройства. И меня трижды мэр возил, показывал и в этом году приглашал. Есть еще что показать. У нас из 50 микрорайонов в советском состоянии, все живут, представляют, что это такое, но 90% находятся в советском состоянии. А после ремонта их надо еще и поддерживать, и где-то там рулить. А по ТСЖ это безумие, когда запретили, значит, открыть счета по квартирам, по домам. Это же война была. Я в Дворце спорта собирал, вот там полтора часа говорил. Так вот сегодня люди, которые отстояли на степном, на каждом доме есть свой счет, деньги, и когда нужно, крышу. Тремонтируют, счетчик поставят, счетчик, еще что-то, еще делят. Они сами хозяева своих денег. Здесь создали большой колхоз, мы колхозы проходили, понимаем, что они неэффективны, и снова на эти грабли наступили. И самым активным движителем этой идеи была администрация Старого Оскола. И сегодня в газетах читаешь, люди где-то бьются за крышу, их деньги составляют собирать, хотя они платят положенные деньги. Ну это вот в стране дураков, понимаете, только так может быть. Вот даже стыдно, чтобы за пределы Старого Оскола выходила эта информация. Но это сделано усилиями чиновников. Исправить ситуацию, я не думаю, что они знают, как ее исправить. И эта власть, я думаю, она не в состоянии. Поэтому, Александр Викторович, ничего личного, как говорится, но с этой ролью, должностью главы, моим личным именем, ты не справился, компетенций недостаточно. Все остальное у тебя хорошо. И такой момент, который тоже имеет место, ну пришли молодые энергичные. Но я никогда не думал, что они через несколько месяцев начнут на себя работать. Это вообще что-то. И один приходит, второй, третий, так энергично начали работать. Или вкус денег, или власть, или то и другое. Вот. Но было крайне неприятно, потому что ты участник процесса выдвижения, агитации, поддержки, голосования. В конечном итоге получаешь те же грабли, а вот в другом обличии. Поэтому, уважаемые депутаты, у вас власть, ну вот этот доклад, который был, ну это я не знаю, что это такое. Вот. Поэтому, надо рассмотреть старый оскол, проанализировать. Мы пять лет потеряли предыдущих, хотя местами там были, и люди вспоминают, кое-что даже было лучше. Понимаете? Плюс четыре года еще, девять лет, нам два раза сподряд не везет в Сласть. Мы делаем ошибки. Третьего раза город не вынесет. Будут отъезжать, уезжать не только дети чьи-то, будет сворачиваться бизнес. Вот. И не то, что там в десять раз у нас будет больше, у нас будет просто в двадцать раз меньше разных малых фирм и других, и так далее. Потому что, где не делается, где тебе завтра не хочется, чтобы жил ты, твои дети, твои внуки, вот. Естественно, надо делать ноги. Или вмешиваться, вмешиваться серьезно. Семнадцать миллиардов, это колоссальные деньги. Естественно, поправить положение в Старом Осколе только нужно в дружной работе. Это, говорю я, который с областной властью навоевался в свое время. Может, кто из вас знает. Вот. Сегодня президент дал добро избираться нашему губернатору и с учетом его жизненного опыта и возможности финансовой, и колоссальной власти, которой она есть, признаем ее, при самом активном нашем участии и при очень компетентном руководителе можно за три-пять лет существенно поправить в Старом Осколе дела. Чего я всем желаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.